77 квартал. Любители Москвы, мы по-прежнему продолжаем знакомиться с вами с кварталами, микрорайонами Москвы, которые попали в программу реновации. Ну и вот недавно мы с вами были в 75 квартале Балконки Зил, который вот здесь находится, да, с этой стороны этого безымянного проезда. Ну а по другую сторону безымянного проезда находится вот 77 квартал Балконки Зил, который ограничен тоже в Варшавском шоссе, как и 75-й, Артековские улицы с той стороны, тоже как и 75-й квартал, то есть это у них одинаковые улицы. Вот их разделяет безымянный проезд, а с той стороны границей 77 квартала Балконки Зил является Черноморский бульвар. То есть если вот там Ченгарский бульвар, да, ограничивает 75 квартал, то 77-й ограничивает, собственно, Черноморский бульвар. Ну, о названии района, естественно, я уже, о названии, так сказать, откуда прошло, но я уже говорить не буду, я об этом вкратце сказал. Когда мы были в 75-м квартале, вот в этом, да, и вот эти дома пойдут под снос. Вот, откуда прошло название Волконки Зил, этих кварталов. Ну, может подробнее мы когда-нибудь поговорим о передаче московской местности. Ну, а сейчас мы будем смотреть, какие дома попали в реновацию. Ну, естественно, вот эти, здесь осталось нести всего два дома в 77-м квартале Волконки Зил по реновации. Сейчас мы их увидим. Ну, а так здесь уже в основном такие достаточно современные дома. Ну, в частности, вот этот дом, который числится по Артековской улице под номером 9, корпус 1, он был построен в 2002 году. Ну, а вот эти два дома 14-этажных, они хотя и были построены в советское время, а точнее в 74-м году, но, естественно, они, конечно, в реновацию не попали. Вот, ну и другие тоже дома там, в общем-то, они в основном или современные, или уже такие более многоэтажные, которые не попали в реновацию. А что же попало? А попали вот эти, сейчас мы увидим, два дома пятиэтажных, которые находятся, числятся по Варшавскому шоссе. Вот мы сейчас идем в сторону Варшавского шоссе. Ну, и как раз вот эти два дома мы посмотрим. Ну, вот эти вот еще дома, видите, по Артековской, это 7, корпус 6, последний дом тоже, который, я уже говорил, попал в реновацию. Ну, и дальше за ним, 88-й дом, это все 75-й квартал. Мы уже их смотрели, эти дома. А вот, собственно говоря, 77-й квартал, вот здесь находится дом под номером 90-й, корпус 1, и следующий за ним 92-й торцом стоит. Вот эти дома остались единственные, которые в этом квартале еще будут сносить по реновации. Вот эти дома. Сейчас мы их поближе посмотрим. Здесь застройка, она не такая плотная, более разреженная в этом квартале, но там вот находится Варшавское шоссе, и за ним по той стороне находится, собственно, электродепом Московского метро Варшавска. Ну, вот этот дом под номером 90-й, корпус 1, собственно. Который попал как раз в реновацию. Ну, обычная пятиэтажка, тоже все 60-е годы постройки. Как вот тут устроили тогда на месте бараков для рабочих завода ЗИЛ, построенных в 30-е годы. Потом тут бараки снесли всякие там деревянные и кирпичные, и построили вот эти вот современные уже дома. Ну, как-то, да, устроились там пятиэтажные. Ну, а вот это перед нами дом 92, тоже по Варшавскому шоссе, он стоит торцом по Варшавскому шоссе, вот видите, здесь тоже кирпичные, видите, по Варшавскому шоссе, в основном кирпичные дома. Ну, а вот по Артековской улице, по Щенгарскому немножко, там панельные. Ну, и вот этот дом 92, он тоже попал в реновацию, естественно. Ну, пока он жилой, пока еще его никто не сносит, но, как он, не знаю, очевидно, в ближайшем будущем это сделают. Вот, собственно говоря, только вот эти два дома здесь еще осталось снести в этом 77-м квартале Волхонки, ЗИЛ. Ну, а дальше, собственно говоря, все остальные дома здесь сносить не будут. Вот, это вот, видите, дом, длинный дом, девятиэтажный, потом 4, корпус 1, который исчислится по Черноморскому бульвару, который там вот находится, мы тоже к нему подойдем. Вот, и он на в реновацию не попал, там уже современный дом, соответственно, мы видели его со стороны безымянного проезда. Вот, и вот, видите, здесь этот жилой комплекс Коктебель, вот, здесь еще был построен до реновации, собственно, в 2004 году, да, вот этот комплекс, уже началась тогда застройка этого квартала, этого места. Ну, и вот, собственно говоря, мы подходим к стройплощадке, которая находится на месте двух снесенных пятиэтажных жилых домов, снесенных совсем недавно, в сентябре прошлого года, 2019-го. Это, здесь находились дома пятиэтажные под номерами 98 и номер 100. Ну, естественно, они тоже были построены в 63 года, как обычно, как все, в общем-то, в этих кварталах, вот. Ну, и, собственно, дом номер 100 был расселен еще давно, где-то лет 5 назад, по крайней мере, может, даже несколько больше, и долгое время просто стоял заброшенным. Ну, а вот, с домом по номерам 98, там прям, можно сказать, просто детективная история была, потому что он, как бы, тоже был, как бы, расселен, да, то есть жители выселили оттуда, но потом туда вселили, ну, там, как бы, дали служебное жилье, то есть, по сути, этот дом, его превратили в общежитие. Вот, его превратили в общежитие и дали там, как бы, ну, вроде как, и, в общем-то, вполне легально дали, да, то есть, разрешение департамента имущества и по согласованию с МВД России дали, ну, и некоторое жилье сотрудникам как раз вот МВД. Министерство внутренних дел, то есть, там какое-то время жили, вот, в доме 98 сотрудники МВД, но вполне, в принципе, законных основаниях по договору и так далее. Ну, а вот, собственно говоря, в прошлом, в 2019 году их просто попросили покинуть помещение, потому что здесь, в общем-то, дом уже готовили к сносу, там им все отключили, газ, там, электричество и так далее, все коммуникации. И, в общем, даже несмотря на договор, ну, все-таки договор служебный был, да, людей оттуда выселили, и в сентябре 2019 года вот эти два дома, которые здесь находились, один вот так вот стоял торцом к Варшавскому, а другой, вот, так сказать, стоял наоборот лицом к нему, да, два дома здесь вот снесли. И вскоре эту площадку оградили, и, как мы видим, здесь идет строительство домов, ведь оградили специальные такой ограды, как вот огораживают дома по реновации, и тут началось строительство новых домов по реновации. Вот, для жителей Прести, вот, Артековская улица, вот, мы видели, 75-го квартала, там вот будут сносить вот эти вот дома панельные, под номерами 7, корпус 1, 2, 3, 4, 6, и вот, в основном, для них как раз и строится вот этот вот новый дом. Ну, не только для них, конечно, и для жителей других ближайших мест. Видите, площадка довольно большая, конечно, я представляю, каково жителям этого дома по Черноморскому бульвару девятиэтажному, который, вроде как, в реновацию не попал, но, наверное, и, конечно, большие неудобства терпят жители этого дома. Тут, видите, теплотрассу тоже прокладывают, ну, естественно, коммуникации, вот, к этому дому. Тут, наверное, даже не один дом построят, а, наверное, может, даже и два дома, а может, даже и три. Ну, площадка большая, видите, здесь, так что, конечно, неудобства большие, долбежка постоянная, работы идут, видите, все огорожено, пространство. Ну, так что, вот сейчас мы уходим на Черноморский бульвар, ну, и, собственно говоря, посмотрим еще с другой стороны на эту площадку. Ну, собственно говоря, все, больше здесь, в общем, смотреть-то нечего, потому что, как я уже сказал, два дома мы видели там, да, 90-й корпус один и 92. По Варшавскому шоссе попали в реновацию дома, ну, они еще пока попали, но еще там пока жизнь продолжается, их еще не снесли. Ну, и вот эта вот стройплощадка строительства новых домов для жителей сносимых пятиэтажек. А все остальное здесь, в общем-то, интерес осветовал Черноморский бульвар, да, и вот это, вот, собственно, новые дома были построены в 2008 году. Вот, три одинаковых дома, вот этих вот оранжевых, ну, собственно, такие цвета традиционные, как сейчас часто строят. Даже не столько сейчас, сколько, вот, знаете, так любили строить в 90-е годы, 2000-е, вот, очень любили такие дома строить, оранжево-белые. Вот эти три дома, они ищутся по Черноморскому бульвару, корпус один, корпус два и корпус три. Соответственно, да, вот вглубь идут кварталы этого 77-го, квартал Волконки Зил. Ну, естественно, что, конечно, они в реновацию не попали. Вот этот дом, я уже говорил, девятиэтажный, да, мы уже видели его, по номеру четыре, корпус один. По Черноморскому он тоже, он тоже не попал. В 70-м году был построен этот дом длинный, ну, вот, ну, вот он не попал в реновацию. Ну, это вот в Липире, здесь, кстати, знаете, сад находился, был яблоневый сад, там вот два интерната раньше было. Сейчас это школы обычные, вот, под номером 1862. А раньше тут было два интерната, вот там они находятся и числятся по Артековской улице. Вот, два одинаковых, в общем-то, здания. Ну, и вот когда-то вот здесь, собственно, были интернаты. И вот здесь вот вокруг, вот в этом районе, собственно, были яблоневые сады, где гуляли воспитанники этих интернатов, вот эти два интерната, вот, а этот здесь вот, соответственно, и туда вот дальше еще одно такое же, в общем-то, здание. Ну, уже туда не пойдем. Вот, и вот здесь вот раньше были сады. И вот на месте садов как раз вот построили вот эти вот три дома, влепили в 2008 году вот эти вот, видите, красные дома. Ну, вот все, видите, между вот интернатом и вот этим вот девятиэтажным домом. Ну, так вот с тех пор и стоят. Вот, ну, и сейчас еще пойдем к Варшавскому шоссе, сейчас, наверное, со стороны бульвара посмотрим. И на этом закончим. Вот, видите, вообще это самое здание интерната как раз. Ну, он такой большой, неправильной формы, собственно. Вот видите, как Черноморский бульвар зимой. Вот там здание находится. Вот, ну, и сейчас еще на стройплощадочку посмотрим с этой стороны, со стороны бульвара. Вот, сегодня, видите, похолодало, подморозило. И поскольку вчера выпало много снега, то, видите, он на деревьях задержался, и немножко видимость, конечно, ухудшилась. Не так стало. Отчетливо видны дома, как вот это было раньше, еще до вчерашнего снега. Ну, что поделать, все равно более-менее видно. Так что представление мы вполне можем получить. Вот, так что тут тоже были такие детективные истории с этими домами, 98 и 100. Ну, 100 там больше как-то боролись за выселение магазина. По-моему, Дикси там находился, универсам, никак не хотел выезжать. Ну, естественно, его заставили. Ну, а вот 98, там, да, там вообще прям, может быть, с кровью практически проходило выселение, потому что, видите, там заселили сотрудников, да, как в общежитии. Ну, по договору все нормально вроде было. Ну, а потом взяли и сказали, все, давайте, нам надо сносить дома, все. Будем здесь строить, место достаточно, конечно, здесь, ну, считается. Ну, и, конечно, неясное дело, не престижно, но по сравнению с глубиной квартала, там достаточно интересным для застройщика, ну, потому что все-таки рядом Варшавская шоссе проходит. Вот, и неподалеку здесь находится и метро Варшавская, которая, хотя пока я закрыта, но скоро-то она откроется, через годик-другой. Ну, и все. И, конечно, около метро здесь вот люди будут жить, и, соответственно, рядом метро. Ну, вот она, видите, большая такая стройплощадка вот туда, до жилого комплекса Коктебель, по драме 94. Ну, вот она, видите, тут. Это строительство, там, кстати, информационный стенд, ну, я уже, наверное, не увижу, что это самое. Ну, это можете писать в интернете, там Варшавское шоссе, дом 100, и там можно будет найти информацию более подробную. Вот, видите, какой большой жилой дом здесь, по идее, должен появиться. Может быть, даже и не один. Ну, тут еще только, поскольку дом снесли, как я уже говорил, в сентябре прошлого года, то есть совсем недавно, потом оградили площадку. Ну, так что здесь еще пока идет, конечно, строительство фундамента, заливка идет, свайная работа, поэтому, конечно, здесь все только-только началось. Еще, конечно, до строительства дома, до сдачи его довольно-таки далеко. Вот, тут пройдет времени много. Тоже елочка установилась с Новым годом, до 2020. Ну, вот, и сейчас еще перейдем на ту сторону, и все. Вот, площадка, какая большая. Ну, и вот он как бы будет находиться, видите, на пересечении Варшавского шоссе и вот этого вот Черноморского бульвара. Это вот электродепо Варшавское административное здание. Здесь находятся корпуса. Ну, место, конечно, прямо скажем так себе, да, потому что шум от Варшавского шоссе, он будет постоянно здесь шумит и ночью, и днем. Поэтому, конечно, понятно, что сейчас там ставят двойные и тройные стеклопакеты, как-то пытаются все это, так сказать, улучшать условия, да, но все равно полностью до конца шум, наверное, так сказать, не победишь. Вот. Полностью не победишь. Так, ну что. Ну, вот так ситуация. Вот. Что-то смогли увидеть, наверное. Так ситуация выглядит в настоящий момент внутри этой стройплощадки. Ну, а вон, видите, там строится жилой комплекс Life Варшавская. Прямо около метро Варшавская на Каширском проезде, о котором я уже рассказывал об этом жилом комплексе. Ну, а здесь, вот видите, все огорожено. Раньше в пятиэтажке здесь прям стояло вот так вот. И торцом к ней еще под номером 98. Две пятиэтажки были. Ну, а это было раньше. У тебя здесь будет высокий высотный дом. По реновациям. Вкладывают в будущее. Будущее Москвы будет за высотными домами. Это, в общем, вполне понятно. Все. Ну, все наглухо закрыто. Ну, в принципе, там и делать, конечно, нечего. Понятно, просто площадка по реновации и все. Пока только котлован и всякие такие вот разные работы подготовительные к возведению этого дома. Все. Вот это вот так будет проходить у нас реновация в 77-м квартале. Так она проходит. Ну, естественно, что за развитием событий будем следить. И если будут какие-то изменения серьезные, существенные, то, естественно, будем тоже с этим знакомиться. Ну, пока ситуация выглядит вот так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Продолжение следует...